До военного парада к 70-летию Победы остался ровно месяц. Шествие должно стать самым масштабным за всю историю Казахстана. В один ряд современной техникой в колонны встанут и раритеты времен Великой Отечественной войны. Как идет подготовка к главному торжеству, знает наш предспадент Амир Самимбетов. Это полевой лагерь на окраине Астаны. Подготовка к параду в честь Дня Победы здесь идет полным ходом. Пока солдаты ЧК не шаг на плацу военного ведомства, механики в автомобильном парке готовят боевые машины. Вот до блеска доводит зенитный ракетный комплекс С-200. Каждый день приходим, чистим, готовим технику к покраске. После чистки боевые машины и пушки тщательно промываются. Всего 500 единиц военной техники. Событие обещает быть зрелищным. Около 5000 человек личного состава, 85 летательных аппаратов. Он составит 6,5 километров. Согласно сценарию, смотр будет состоять из двух частей. Современной и исторической. В данное время идет проверка технического состояния и подготовка к покраске. 15 числа запланирована первая тренировка механизированной колонны. Согласно плану, утюженным командующим парада. Изюминкой парада станет выступление боевой техники времен Великой Отечественной войны. В их числе танк Т-34, ЗИЛ-157 и знаменитая «Катюша». Будут представлены и последние достижения казахстанской армии. Мы представляем устничную тепло, стрела 10. Стрела 10, он предназначен для поражения воодушных сил противника. Как я являюсь командиром боевой машины, для меня это честь участвовать в этом параде. Генеральные репетиции парада пройдут за пару дней до главного торжества возле монумента Казахиля. Амир Саминбетов, Жалгас Айлбеков, Севен Ньюз.